Дорогие друзья, мне предлагают встретиться и поговорить. Всем уже давно стало ясно, что наш христианский мир наполнен конфликтами и разделениями. Одним из них стал мой конфликт, возникший на почве воззрения на устройство РосХВЕ. Способы разрешения подобных конфликтов не блещут разнообразием и сводятся к формуле «прав тот, кто сильнее». Конечно же, это не библейский принцип, но, к сожалению, он получил широкое распространение, особенно в последние годы. После моих стримов напрямую или через людей мне стали поступать предложения встретиться и обсудить разногласия не публично. Сегодня я отвечу на это предложение. Дорогие братья, я не собираюсь сдаваться на вашу милость. Чтобы найти способ решения конфликтов, подобных моему, нам нужен независимый и справедливый арбитр. Если таковой найдется, то мы можем разобрать суть взаимных претензий и прийти к миру, которому нас призывает наш Господь. Но вы должны учитывать, что я никогда больше не приму устройство с единоначалием. Я стою на позициях соборности и справедливости. Все больше убеждаюсь в том, что без справедливого арбитражного суда в протестантизме нам не обойтись. Когда мы договоримся о принципах его устройства и функционирования, то любые конфликты перестанут существовать, ибо они могут быть разрешены независимо от ресурсной обеспеченности сторон. Мир сегодня предлагает множество инструментов разрешения конфликтов от арбитража до медиации. И это все осуществимо в нашей христианской среде. Тогда, как многие ратуют, получится решать сложные вопросы, не винося ссоры из избы. Когда на кону стоит репутация священнослужителя или мирянина, особенно важно иметь инструмент защиты. В таком случае репутация станет по-настоящему доминирующей ценностью. Я со своей командой сделаю все, чтобы оно так стало. Вторым важным инструментом снижения конфликтов, возникающих внутри сообщества, из-за лидерства будет программа непрерывного мониторинга доверия к лидеру. Как только мы сумеем запустить систему мягкого ретингования через независимую институцию, то христианское сообщество увидит, кто достойен его вести и им управлять, а кто должен исчезнуть на задворках истории. Такая система мониторинга будет построена на блокчейне, и каждый желающий в любой момент времени сможет убедиться в достоверности ее результатов. Сейчас мы ищем партнеров для реализации этой концепции. Возвращаясь к началу моего выступления, скажу о том, что касается встреч с моими оппонентами из РосХВЕ. Пока я не нахожу предмета для переговоров, ибо единственным субъектом власти там является Сергей Риховский. А разные полпреды, члены Духовного Совета являются зависимыми, к сожалению, от него людьми. Он наделяет их полномочиями, и они представляют его интересы, а не интересы и чаяния прихожан наших церквей. Его позиция направлена на укрепление единого началия, что подтверждается недавно внесенными изменениями в устав РосХВЕ. Благослови всех, Господь!